Всем привет! Меня зовут Сергей и в этом видео я вам буду рассказывать про вот эти подарочные карты. Значит, что это такое подарочные карты? Эти подарочные карты компания сделала для того, чтобы вы могли подарить, ну, сделать подарок своим знакомым. Ну, например, на 10 долларов, на 20 долларов, на 50 долларов, 59.95, допустим, это оплатить консультант-кит на 100 долларов, на 300 долларов. Как приобрести подарочную карту? Например, нажимаете в корзину, и вот, один продукт уже находится в корзине. Дальше нажимаете продукт, то есть оформляете. Здесь написано, что это подарочная карта. Можете кликнуть, уточнить содержимое. Здесь продолжить покупки и оформить заказ. И сколько это стоит. А вот в этом месте пишите количество. Здесь, естественно, цена. То есть, кликаю, допустим, сюда. И здесь вы увидите, что здесь написано. То есть, по каждому продукту. Ну, естественно, тут в корзину перейти. Я уже добавлять не буду в корзину, а просто перейду. Так, как я сюда попал? Заходите на официальный сайт. Вот здесь логинитесь. Заходите сюда. Кликаете раздел продукты. И вы переходите вот в этот интернет-магазин. Вариант номер два. Переходите на себя. Переходите в партнерский кабинет Access Marketing. Дальше нажимаете вот эту кнопочку. Купить продукт. Кликаете. И нажимаете пакеты для консультантов. Если вам понравился интерфейс предыдущего магазина, вы можете кликнуть на вот эту кнопочку и перейдете вот в этот интерфейс. Здесь представлен старый интерфейс. Он более такой сжатый. Мне он как-то больше нравится. Здесь подарочные карты. Они представлены вот в этой кнопочке. Кликайте на эту кнопочку. Вот здесь можно раскрыть. Нажимаете. И, как вы видите, вот они все подарочные карты. Значит, я сейчас буду приобретать подарочную карту номиналом за 100 долларов. Нажимаю вот эту кнопочку. Купить. Как вы видите, доступный баланс iCash у меня 225 долларов. Подарочную карту можно приобрести только с iCash баланса. iCash это наша наличка. То есть, ваши деньги, которые вы заработали, либо это будут комиссионные, либо это будет ваш доход от ежедневных действий. Дальше. Что здесь надо запомнить? Отправить подарочную карту участнику и ID номер. Подтвердить участника и ID номер. Укажите. Значит, я буду переводить на вот этот ID номер. Дальше. Вот в это поле надо ввести свой пароль от кабинета Access. Удаляю. Вставляю. И нажимаю вот эту кнопочку. Купить. Нажимаю. Купить. Здесь проверяйте, что сумма платежа будет 100 долларов. И название продукта. Access в подарочная карта 100 долларов. Дальше. Обязательно важна информация о подарочной карте. Отправить подарочную карту участнику. 100 долларов. Такому-то. После того, как вы убедились, что вы правильно все сделали. Нажимаете вот эту кнопочку. Купить. Спасибо. Транзакция выполнена успешно. Дальше. Я перехожу в тот кабинет. Как это будет выглядеть. Статистика. Допустим. Обзор. Да. В обзоре. Баланс подарочной карты. 100. Значит. Как использовать подарочную карту. Я сейчас буду приобретать. С доплатой. С помощью подарочной карты. Пакет. Excess eSport. Вот он. За 300 долларов. Почему я буду докупать именно с подарочной карты. Статистику. У меня доступно 203 доллара 56 центов. До приобретения пакета. Excess eSport. Не хватает 100 долларов. Поэтому я сделал подарочную карту. Приобрел за 100 долларов на другом аккаунте. И указал получателя подарочной карты данный аккаунт. Где посмотреть, что подарочная карта пришла. Кликаем сюда. Кликаем обзор. И здесь вы видите баланс подарочной карты. 100 долларов. Если мы кликаем вот сюда. Если мы кликаем вот сюда. То мы видим. 204 доллара. Это баланс iCash доступный. То есть в сумме 204 и плюс 100 долларов. Как раз мне хватит для приобретения пакета Excess eSport за 300 долларов. Почему я буду докупать за 300 долларов. Я недавно приобрел пакет за 300 долларов. Но с 1 января этого года начисление мы можем получать только за 600. То есть имея пакет за 600 долларов. Значит как сделать пакет за 600 долларов можно двумя частями. То есть купить за 300 и за 300. И тогда у вас получается как будто вы приобрели пакет за 600 долларов. Дальше. Я сейчас буду приобретать. Как я сюда зашел. Купить продукт. Нажимаете. Выбираете. Пакеты для консультантов. Попадаете на эту страничку. Здесь в самый низ листаете. Excess eSport Game. Откроется вот такое окошко. Кликайте на вот эту кнопочку. Самое первое. То есть вам нужны игровые пакеты Excess. Только эти приобретайте для своей активации. Нажимаете. И. Вот он пакет за 300 долларов. Нажимаете вот эту кнопочку. Так. Теперь здесь внимательно смотрите. Давайте попробую увеличить. Вот. Здесь баланс и кэш доступны. 204 доллара. А вот здесь надо выбрать в сумму способ оплаты. То есть мне нужно сейчас собрать 300 долларов. Как я это буду делать. Кликаю сюда. Теперь у меня появился. Gift Balance. Раньше его не было. Нажимаю на Gift Balance. Ну конечно есть еще Alipay. Кредитная карта. И Wallet. С и Wallet вы можете например оплатить с помощью биткоина. UnionPay и WeCash. Выбираю гид баланс. Теперь обратите внимание. Недостаточный баланс подарочной карты. Оплатите 100 долларов. Использую баланс подарочной карты. И 200 долларов из iCash. Ввожу пароль. Нажимаю купить. И нажимаю купить. Значит обратите внимание. Я это делал вообще впервые. Спасибо. Транзакция выполнена успешно. То есть получается. С помощью подарочной карты. Я увеличил сумму. Внутреннего баланса iCash. И таким образом. Оплата произошла. Теперь дальше. Мой аккаунт. Обзор. Давайте проверим. Что получилось. Здесь. То есть в прошлом. Я показывал. Что вот здесь. Вот в этом месте. Вот в этом месте. Была подарочная карта. Сейчас ее нет. То есть вот баланс подарочной карты. Ноль. То есть как раз. Была совершена покупка. Дальше. Где еще покупку можно посмотреть. В разделе статистика. Покупки продуктов. Давайте открою новой страничке. Вот посмотрите. У меня один пакет был приобретен. Первого января. И сейчас я еще один пакет приобрел. За четвертое января. В общей сумме. Мои покупки составили 600 долларов. Вот здесь. Вот эти. Вот эти вот. Значки. Это. Они кликабельные. Вы можете кликнуть. На каждый из них. И там. Очень подробно. Формирует инвойс. Так. Если кликните на себя. То момент сразу после покупки. Сейчас идет пересчет с консультанта на голд. Здесь сказано о том, что сейчас происходит пересчет уровня. И как будто бы я приобрел пакет голд. И этот пакет мне дает статус золотого руководителя на 90 дней. Если так получится, что я доплачу до 1000 долларов. Допустим, докупив еще один пакет за 300. Ну и потом еще один за 300. В общей сумме, конечно, будет 1200. Ничего страшного. Главное перейти в эту планку в 1000 долларов. Тогда статус голд у меня будет держаться в течение 180 дней. Это без приглашений статус такой будет держаться. В принципе, это даже лучше. И на 1200 там, конечно, денег ежедневно компания начисляет побольше. Дальше. Что еще? В течение 90 дней мне не надо делать персональную активность. Да, вот как раз. Статус уже пересчитали. Полностью квалифицированный голд экзекутив. Зачем мне это надо? А затем, что вот здесь, если мы откроем таблицу компенсационного плана, голд уже может доставать в глубину. Вот смотрите, голд это золото. Золото по маркетингу достает аж до шестого уровня. То есть 2% с продаж, с покупок, с шестого уровня мне будет приходить. Потому что сейчас команда пошла расти в глубину. И с четвертого уровня деньги проходили мимо. Просто мимо кассы. Теперь, конечно, с четвертого уровня я буду захватывать 3%. Еще с пятого уровня 2%. И еще с шестого уровня 2%. Так, в принципе, я вам все рассказал. Так, тут можно обновить. Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь в компанию. Спрашивайте, задавайте вопросы, что непонятно было в комментариях. С вами был Сергей. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok